Привет, Тяны Игроманы! И сегодня у нас с вами будет вечерняя поэточка на вот этом вот Лиазе, модель 5256. Вот такой вот точный индекс данного автобуса. Я уже в салоне приоткрыл форточки, чтобы пассажирам не было жарко, чтобы салон проветривался, и была маленькая вероятность, что кто-то заболеет на COVID-19 в этом автобусе. Как сказало наше правительство, автобус должен быть заполнен всего лишь на 50%. И не должно быть стоячих мест. Должны только сидеть и то через одно кресло. Не вплотную. Хотя у меня вообще здесь на остановке никого нет. По графику я должен выезжать через минуты-две. Ну, уже меньше, чем две минуты. Я вам это пока что рассказывал. Итак, вот... Ах, у меня когда-то здесь была дверька. Ну и запаяли. Короче, забрали. Или это на ранних модификациях этого автобуса? Не знаю точно. Думал, запаяли. Ну ладно, входим через эту дверьку. И... Все, сели. Так, вот такая вот у нас разноцветная приборная панелька. Заводимся. Такая мягкая креселка. Ох, кайфарик. Обзорность здесь не очень, конечно же. Зеркала есть, но не с прошлого века. Спасибо, что повесили сюда зеркала серого цвета 20 века. Так, завелись. Включаем фары. Поворотничек. Можно, в принципе, уже ехать. Так, давайте сначала с вами еще выберем маршрутик. Начать. У нас будет третий маршрут. От Мирного. Вы... Куда-куда? Айжора мама... Айжора мама усаба бен хуй сэн. Господи. У нас с вами всего лишь три пассажира. Это отлично. Так, додерживаемся дистанции. Хотя здесь почему-то они без масок. А тех, кто без масок, у нас платят в три раза больше. Так, передаем... За проезд передаем. Где ваш билетик? Кондуктора у нас нет, к сожалению. Но сидите, сидите там. Вам повезло сегодня. Такая тонировка здесь, но она мне не очень нравится. Тоже зеркало заднего вида запотевшее. Не смогу следить за салоном. Только если голову поворачивает. Та-та, и так, в принципе, ничего не видно. Этот автобус всего лишь намотал 13 тысяч километров. Вообще редко ездит. Хотя его закупили три года назад всего лишь. Ой, извиняюсь, тут нужно было притормозить. Подвеска здесь немножко подушатанная. Я это чувствую своей пятой точкой. О, вишневая девятка, ты около меня проехала. Так, едем в это село. Уже забыл, какое. Айжора... Мана. Там вроде писала мама. Что? Или у меня такое зрение плохое? Ну, ужасное название село, вам скажу. Из меня такой тоже ужасный водитель. Ну, неплохой. Ну, плоховатый, скажем. Немножко заезжаю на встречку. Хотя здесь очень узкая дорога. Здесь нужно где-то развернуться. Давайте я еще... Не знаю, там есть остановки или нет. Короче, думаю, нет. Но по РП там остановлюсь. Высажу пассажиров. И сейчас развернусь. Там еще есть дорога. О, не, не, не. Мы вот туда уже не поедем. Высаживайтесь. Короче, разбивайте двери. Я их открыть здесь не могу. Мы пока что с вами уже разворачиваемся. Ой, не с той стороны подъехал. Ай, ладно уже. Остановка всего лишь 5 секунд. Успеете зайти-выйти, и мы отправляемся. Да нет, в принципе, я могу еще подождать. А, стоп. Нам нужно разворачиваться опять туда, откуда я только что выехал. О-о-о-о. Да, плохая обзорность в этом автобусе. Она 2 звезды из 5. Вообще по этой трассе никто не ездит. В селах почти ни у кого нету машины. Все ездят на общественном транспорте. Да и то мало кто на нем ездит. Такое ощущение, что все бы вымирали. Интересно, сколько в этих вот селах и есть ли вообще здесь больные на ковид-19. Вот рактористы там пашут вовсю. Так, поехали назад. Извините, а нелогично было, чтобы я, когда только выезжал в это село, приехал сюда, развернулся, и поехал сразу на эту остановку. Нет, нелогично, нет. Это от фонаря сделали это разработчики. Вот, сметают меня страссы. Главное, чтобы здесь никто не ездил. И пока что с этим все отлично справляются. Никто мне не мешает. Могу хоть спокойно на встречку заехать, или даже на травку. Главное, дом не снести. Гениально, опять переехал на эту остановку. Ну, этот рабочий как-то так себе проектировали этот маршрут. А двери вообще открывались или нет? Наконец-то мы выезжаем из этого странного села. Опа, еще один лязик. Интересно, интересно, ты пойму маршруты едешь? Давайте мы о варичке поморгаем. Он нам не поморгал. Обидно, я обиделся. Да, вот это я уже выучил. Молодец, Рома, что это выучил. Здесь нужно аккуратненько. Потом хрен заедешь. Ну, нормально. Руль уж слишком большой. Я вам скажу, не очень удобно за него держаться. Хотя я вообще не держусь и не сижу даже. Я не живу, я просто существую. Тонировочка какая, а? Пазик. Интересно, по какому ты маршруту едешь? Уважаемые пассажиры, держитесь за поручни. Ох, как я вовремя это сказал, когда мы уже подъехали к концу маршрута. Нет, сами повторяйте. Сначала доработайте этот маршрут, а потом уже и увидим. А я же этот автобусик в отстойничек отвезу. Он будет ждать следующего пассажира. Хотя, в принципе, на сегодня его рейс уже... Сутри не пассажира, а водителя. Хотя уже не сегодня. Этот автобус отправится уже в следующий маршрут, наверное, завтра. Сутрица. Он ездит только по третьему маршруту. Так, где там отстойник? Вот там вот. На заводе, надеюсь, вот. Остальные автобусы на маршруте. Ну, ладно. Всё, приехали. Выключаем фары, двигатель. Всё, отстёгиваемся. Хотя здесь нет никакого ремня безопасности. Пассажиры вроде бы все вышли. Молодцы. Ну, вот не дадут разработчики спокойно отыграть РП. Знаете, всё-таки я передумал. Эту игре нужно поставить неприятность. Звёзд и четыре. Хотя автобусик, в принципе, не помялся и с места не сдвинулся. Но всё же, неприятно, что вот так... Вот такое вот ЧП, что я настолько сильный, блин, силач. Что вместо того, чтобы в цирке работать, там автобусы жонглировать. Я вот этим вот автобусникам страдаю. И автобусы перекидываю туда-сюда. Это и так никто не видит. Наоборот, если увидят, дадут штрафы. Фу, позор. Автобусы пинать здесь. Всё, по салончику пробежался. Вроде нет никаких подозрительных предметов. Если бы ещё по салону можно было ходить, цены бы не было этой игре. А так, я уже с вами, дорогие мои зрители случайные и подписчики не случайные, прощаюсь. Ещё нас ждёт с вами, кажется, один... Нас ещё ждёт, да, с вами один маршрут. И там ещё два автобуса. Но как-то поделим на всех автобусах, как мы с вами покатаемся. А на этом я уже с вами заканчиваю. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебя огромный респектос. И тебе подписка лайкос. А я с тобой прощаюсь и говорю тебе огромный даст видос. Субтитры сделал DimaTorzok